Доброе утро! Вот и начинается мой третий день в Вене. Время примерно 8.25. Я вышла немного позже, чем планировала. Хотя я не знаю, насколько я планировала выйти, потому что таких особо грандиозных планов нету. Хотела еще более-менее поспать, но просто проснула в 6.30. Я думала пораньше выйти, но так некую информацию надо было найти, делать дела, поэтому те же видео там перекинуть, поэтому выхожу немножко позже. Сейчас поеду на мусоросжигательный завод Убер-20, чей дом мы вчера смотрели. 27 минут примерно пишет Google ехать, потом в центр. После центра, ну, наверное, в Баден. В портфеле тяжелый сегодня пришлось брать зонтик. С трех часов дождь передают. Пока еще солнышко светит. Тут вот парк местный. Местный парк. Спускаемся вниз к трамвайным путям и потом напрямки до метро. Ничего не ела кофе, не пила сегодня даже, кстати. Думала, здесь где-то не могу найти. Оказывается, не во всех кофейных есть венский тот самый Миланж. Где искать не знаю. Посмотрим, там есть вроде какая-то кофейня недалеко от метро с хорошими оценками. Может туда зайду, а может уже до центра дотерплю. Там что-нибудь возьму, потому что надо уже какой-то местный десертик все-таки начинают пробовать. Так, ну тут утром понедельника. Так, вроде движуха. Приличная. Вчера было, кстати, воскресенье, поскольку воскресенье в Европе вообще мало что работает. Но я-то вчера этого особо не заметила, но вот искала какие-нибудь ресторанчики, чтобы попробовать. Таффешпиц, это тоже местное блюдо. Во-первых, оно не везде подается, а там, где подается, все было закрыто. Ну, была одна какая-то сетка, видимо тут местная, где работала. Ну, там что-то ценник какой-то кусачий мне показался. Буду сегодня смотреть. Я вообще не знаю, как тут все успеть попробовать. Учитывая, что еще ни одного десерта не попробовала. Ну, как-то так. Ладно. Ну, вот он, выход из станции метро. И вот он, собственно, уже мусоросжигательный завод. Ну, не видно, что там, где свалка. Там граффити. Ну, в общем-то, тут какие-то эстакады, поэтому непонятно, с какой стороны лучше обзор на этот архитектурный шедевр. Ну, попробую сейчас тут подняться. Посмотрим. Вот он, мусоросжигательный завод по проекту 102 Саран. Только вот необычный. Поскольку это мусоросжигательный завод, спросите, есть ли запах. А когда я там прохаживалась, вокруг него не было. Вот сюда подошла. Отвратительно. Как из мусорки. Так что... Здесь, кстати, многолюдно, я так понимаю, люди со станции метро идут отсюда. Я зашла в одно из самых известных кафе Вены. Кафе Империум. Взяла попробовать местный меланж и фирменный торт Империум. Так, ну хорошо. С кафе Империум разобрались. Попробовали местный десерт, который, кстати, многие отмечают, что лучше, чем торт за архит. За кофе и маленький кусочек торта, но больше его не съесть. Он очень сладкий. Я отдалась ему с половиной евро, да. Насколько это серьезный завтрак, конечно, совершенно не серьезный. Поэтому цены, да, такие в центре и в культовых местах не дешевые. Ну и, наверное, это не самый предел. Есть места и подороже. Ну так, сейчас идут в городской парк, штат-парк. Там он небольшой. Прогуляюсь немножко там, сяду на метро, доеду до центра. Прогуляюсь еще раз по центру, хочу зайти в этот H&M. И потом, наверное, все-таки я попробую доехать до Бадена. Не путаться с Баден-Баденом, немецким курортом. Это соседний город с Веной, недалеко от Венского леса. И там находится казино известное. Я в казино не пойду, а вот по Бадену прогуляться. Можно какой-то специальный трамвайчик. Надо для него отдельный билет купить еще. Так что планы есть на сегодня. Насколько дождь, только будет им прекрасно. Посмотрим. Пришлось сядеть в кепарик все-таки, потому что я чувствую ветерок, который поддувает. Просто опять растрепит мои волосы во все стороны. А то, опять же, ты с плохим зрением хочешь что-то записывать, а я смотрю иногда на видео. У меня потом такие тут антенки торчат из волос. Некрасивые. Так, приближаемся. Зелень. Кстати, не помню, говорила или нет, но здесь вот по поводу самокатов. У нас там в Москве, в Подмосковье на каждом шагу эти самокаты просто стоят, валяются, все что угодно. Здесь этот самокат просто минимальное какое-то количество. В основном велосипедисты. А велосипедные дорожки, в принципе, по всему городу. Но, насколько знаю, что они не идеальные. Тоже подвергаются некоторой критике. Иногда, кстати, вообще непонятно бывает, в некоторых местах дорожка это вело или для людей. Вот. Ну, здесь просто выкрашенные были зеленый цвет. Иногда просто серый и непонятно. Вот, зашли в штат-парк. И движение велосипедное не могут сказать, что какое-то суперактивное. Велосипедисты есть, но с Копенгагеном точно не сравнится. Вот из того, где я была, с Копенгагеном точно нет. Тут городской парк. Пахнет зеленью, косят газоны. Кстати, возвращаясь к кафе Империал. что мне понравилось. Очень долгое обслуживание. Я там больше часа сидела. Хотела просто кофе, по сути дела, попить. Людей было немного, но как-то официант неактивно приходил. Интересовался тем, что нужно. Как-то обычно в Москве подбегают, и ты не успеваешь там еще меню пролистать до середины, и уже что-то закажешь. Ну и обслуживание, соответственно, тоже достаточно быстрое. Так, ну, конечно, сладкий тортик это не еда. Не знаю теперь, когда я буду в следующий раз есть. Наверное, я захочу, но тратиться тоже сильно не хочется. Потому что у меня практически как в Орле и Решке. Я тут стараюсь в день 100 евро не больше 100 евро тратить, не учитывая билеты на дорогу, но учитывая жилье. То есть, если у меня в Вене примерно 30 евро стоит номер. то кушать надо на 70. Но на 70 это тоже жирно, и я стараюсь все-таки хотя бы на 50. Вот, потому что у меня все-таки еще есть билеты на дорогу, все такое. Просто хочется один день 100 евро, примерно так. Раньше, когда в Орле и Решке говорили, что вот 100 евро, мне говорят, да ладно, 100 евро, это же вообще там изи. А, 100 долларов даже. Ну, потому что мы когда ездили в Берлин, там первый раз, ну, вполне себе бюджетно можно. Вена, кстати, вообще не дешевый город, и здесь так просто на 100 евро, не так просто на 100 евро день провести. Куда стоит эта очередь? Знаменитое кафе «Централь». Сейчас подойдем, подбежим, смотреть. Вот она, самая известная кафе «Вены», в котором в 20 веке собирались деятели искусства и политики, в том числе наши российские эмигранты Лев Троцкий, Сталин, Ленин. Также здесь, конечно, бывал Адольф Гитлер, Зигмунд Фрейд. Даже поговаривают, что кто знает, возможно, когда-нибудь они здесь пересекались и даже играют совместно в шахматы. Сейчас я нахожусь на улице Кольмаркт, по которой я уже гуляла. И здесь снова очередной кафе и очередная очередь, потому что это кафе «Демель». Еще одно знаменитое кафе с десертами. Именно здесь продают один из оригинальных тортов «Захера». Для тех, кто не знает, скажу, что их два. Рецепты в секрете. За права на торт «Захер» разворачивалась настоящая эпопея. Первоначально торт придумал кондитер, младший кондитер императорского двора Франц Захер, когда ему приказали приготовить что-то вкусненькое, а старший кондитер заболел. Торт понравился императорскому двору, но дальнейшего какого-то развития история не получила. Уже после его сын Эдуард обучался в кафе «Демель», где и немного изменил рецепт своего отца и готовил этот десерт. После он открыл свой отель и там же кафе, в котором уже стал делать собственный торт «Захер». Но после его смерти его семья попала в финансовые трудности и была вынуждена продать рецепт тому же кафе «Демель». После чего уже началась именно война вот этой судебной тяжбы за право на оригинальный торт «Захер». В итоге конфликт решился тем, что кафе «Демель» должны делать торт «Захер» с треугольной печатью, а кафе «Захер» с круглой печатью. Таким образом, сейчас существует два оригинальных рецепта этого знаменитого кондитерского шедевра. «Захер» 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 Ну да, я вроде сладости наделась, но запах там, конечно, восхитительный стоит, очень маняющий. Ну нет, я чувствую еще вот этот сахар от торта «Империал», поэтому не, сдеряжусь, пожалуй. Атмосфера там очень такая приятная. Я думаю, тем, кому любопытность все-таки стоит зайти и там по-трапезничать. вот он «Тэнчендэм» с ретро-стилем таким. Вот я, я думаю, на этом люфте. Куда не знаю. В общем, я не планировала ничего покупать, я зашла чистую атмосферу посмотреть, но застряла там. Померила несколько шмоток, но взяла только парочку. Потому что у меня нет столько времени. Ой, нету столько этого багажа, чтобы закупаться, но на самом деле я хотела как раз пару, тройку, каких-то обновок купить, потому что перед отпуском ходила в парковый центр, а вообще ничего не понравилось. а тут зашла и точно бы купила ещё что-то, но хватит, достаточно. так, ну вот, я дошла, до того самого кафе Захер. Именно здесь тот самый оригинальный от самого Захера, которого я, к сожалению, забыла имя. Находится он, кстати, вот прям за Венской оперой. Там вот, напомню, что сосисочная, которая мне очень понравилась. То есть, можно съесть сосиску и сюда пойти съесть десертик. Еду по стареньким трамваям. Вот он, старенький трамвайчик. Сейчас буду искать свой до Бадена. Поход делать такой вот он. Ходит мне такой, но он приехал. Сейчас надо в обратную сторону.